Мы в Риме! Мы в Риме! Всем привет! Салам алейкум! Мы в Риме! Только прилетели, сейчас поедем в гостиницу или в квартиру, не помню. Вот ваши билеты, они стоят 14, это экспресс, за полчаса доезжает. В поездах тут есть розетки и иногда бывает вайфай. Вот мы и в Риме! Мне кажется, мы поселились не совсем в удачном районе, так как вчера погуляли. Везде, скажем так, иностранцы, мягко говоря. Не чувствую, что ты в Италии. Махлева вообще была в шоке, что везде грязно, мусор. Сейчас мы постараемся сгладить первые впечатления наши и поедем смотреть главную достопримечательность Колизей. Жилье нам обошлось 135 евро, я заплатил за три ночи, плюс заплатил 21 евро за налог. Ну, в принципе, это нормально на двоих. Жилье вам покажу, как оно выглядит. У нас есть завтрак. Не самое удобное жилье, но не самое хорошее жилье, не самое чистое. Жилье я бы оценил на четверочку. Спасает то, что там есть завтрак включен. Нужно утром позавтракать. И ванная там, грубо говоря, маленькая, но окей. Мы в Италии, нам главное просто посмотреть Рим. Вот Махлева там, я слышу, Махлева жалуется. Банкомат не дает билеты на карту или же на деньги бумажные. Поэтому придется сейчас на улице где-нибудь найти. В общем, первые впечатления очень плохие. Не знаю. В таких местах можно купить ваш билет. Стоит полтора евро. И он действует сто минут. То есть, можете в течение ста минут поменять там, не знаю, станции. Можете автобусом пользоваться. Вкусно? Макароны и вправду не до конца сваренные, как у нас. Паста нам стоила 8 евро. Вот эта пицца, вот эта вся, 3 евро. И вода полтора. Мусор сортируется во всей Европе. И в Техии тоже мы видели. И вот в Италии органика, пластик, бумага. Ну, есть вот такие вот станции тоже. Прям с кошмарных фильмов. Но они разные. Тут еще вода течет. Нету отдельных вагонов. То есть, есть они, но они все соединены. И нет машиниста. При выходе из метро вас ждет нечто потрясающее. Техия жира на самом месте. Тут, когда входишь вокруг Колизея, тебе подходят разные странные люди, предлагают билеты, предлагают экскурсии. мы не соглашаемся, потому что, ну, у нас нет личных денег, во-первых. Во-вторых, у нас есть такие вот Рома-Пас. Это, скажем так, проездной на все виды транспорта и действует в течение 48 часов. Стоит 28 евро, есть версия на 72 часа. Он стоит дороже, 38 евро, по-моему. И также можно будет посетить какую-нибудь достопримечательность плюс один музей. Получается, Колизей, ты заходишь бесплатно. Ну, как бесплатно? Вот внутри этих 28 евро есть Колизей. Такая вот очередь огромная. Мы зашли, наконец-то. Простояли где-то полтора часа. Вчера так бы не получилось, потому что вчера было воскресенье. Было очень много народу. Так, идет реставрация, но тем не менее, можно посмотреть масштабы. И просто представьте, что много веков назад Здесь бились гладиаторы. Стоял Цезарь и делал так или так. Чтобы вы почувствовали атмосферу, я сейчас добавлю звук. Просто представьте. Здесь можно увидеть несколько видов кирпичей, камней. Вот этот кирпич, он относительно новый. Вот. Прям видно, даже если посмотреть. Смотрите, вот это старая кладка. Это новая. Это вообще старая. Вот это вот, это не ступенья, это скамейки. И вот так они по периметру размещались. Сейчас это, конечно, все смылось. Но вот такой вот остался кусочек. Чтобы у вас было представление. Современные стадионы именно так и построены. По такому принципу. Вот такой вот мрамор был раньше, везде. То есть, это вот куски остались, но раньше вот такой мрамор был. Представляете, да? Короче, тут были животные, рабы, гладиаторы. Все они были под сцены. Тут было закрыто. Вот примерно вот так же закрыто было. Хотя вот этот уровень, он был полностью закрыт. Вот эта вот лепнина тоже сохранилась. По мне это лепнина. Но может быть и нет. В общем, впечатляет. Вот, хорошие кадры на фоне Колизей. А ты идешь на обед, поесть пасты итальянской. Хорошо живется блогером, а? Хорошо живется, если есть спонсор в виде авиаселс. Поиск дешевых авиабилетов. Отработанная схема. Гиды на тебя смотрят и начинают говорить на испанском. И ты такой, я похож на испанский? Да ладно. Это триумфальная арка. Там дальше Римский форум. Все, что я прочитал на Google Maps, я вам сейчас пересказываю. Здесь очень много людей. Прям очень. И это будет напрягать тех, кто хочет спокойного отдыха. Будьте осторожны представителей Африки, так скажем. Они будут вам предлагать разные браслеты с основами подружиться. Откуда ты взродан? Ты говоришь, что Узбекистан. Они говорят, о, мне нравится. И не важно, что он не знает такую страну, он будет прикидываться, что он фанат Узбекистана. И дает тебе браслет. И потом в конце спрашивает деньги. Я уже помадался на это, поэтому сейчас у нас выработался иммунитет такой. Идем по садам палатин. Или палатин? Палатин, кажется. Мы с Махлёб поняли, что нам не нравятся многолюдные места, где толпа туристов ходит. Ну, что бы делось. Вот римский форум. Согласитесь, вот так вот с группой ходить толпами, это не очень. Поэтому я советую всем самостоятельно путешествовать. Чтобы не зависеть ни от кого. И не слушать скучную речь гидов. Ну, иногда скучную. Бывает, конечно, интересно рассказывать. Согласитесь или нет, но, по-моему, вот так должны выглядеть исторические здания. То есть, в первозданном виде. В наших городах они прям новенькие. Вот не скажешь, что им несколько веков. Поэтому нужно стараться сохранять первозданный вид. У нас тоже красиво, конечно. Но вот тут есть большая разница, как выглядят римские руины. И как они выглядят у нас. У нас все заново построят. У нас вот невозможно вот такое что-то найти, чтобы просто так оставили. Они новыми кирпичами застроят и все. Вот смотришь на вот такие вот вырезки, да, из камней. И думаешь, как вообще такие вещи делали раньше. Такие узоры. Симметричные, красивые узоры. Сейчас не у всех руки такие прямые. А раньше, как вообще делать. Это труба. Система канализации. Или же водопровод. Римляне одними из первых придумали систему канализации, водоснабжения. В моем видео будет мало исторических фактов. Я раньше подготавливался к выпускам разным, да, к поездкам. Сейчас просто наслаждаюсь видом, атмосферой. Как говорил Влад Мага, он не историк, он атмосферик. Вот я последую его примеру. Просто вам буду показывать. А что вам интересно по истории, можете просто в Википедии почитать. Правильно? А когда я так говорила, ты надо мной смеялся, да? Да. Когда это было? На хлеб повесила. Я хожу с ромашкой. А я напоминаю, что спонсор этого видео – авиасейлс. Поезд дешевых авиабилетов. Да. Билеты мы реально через авиасейлс искали. Мы уже вам рассказывали как. Вот. Если вы не смотрели, посмотрите. Ссылка будет в описании. Вот прям история. Там люди, солдаты. Смотришь на вот этот вид. И вот не верится. И вот хочется смотреть и смотреть. Да. А Алисей почевала. Не верится, честно. Путешествуйте, друзья. Вот все. Хаммаз и бартин. Путешествуйте. Все остальное у вас сгниет. С собой не заберете. Вот путешествие у вас хотя бы останется вот тут. Вот тут. Смотрите, как красиво. Мне в комментариях кто-то оставил. Как это путешествовать, когда у тебя нет квартиры и так далее. Вообще во всем мире люди всю жизнь живут на аренду или в кредит. Ну, они берут в ипотеку и каждый месяц платят кредит. Я, конечно, не говорю, что не надо там без квартиры жить и так далее. Просто это не должно быть вашей целью. Там квартира, машина, свадьба и так далее. Просто находите время в своей жизни, возможности, чтобы путешествовать. Символ любви. Замок на мосту. Обожаю итальянские улочки. Прям муах. Думаю, вам понятно. Очень вкусно. Тут у входа стоит такой вот мотоцикл. Так что вы с легкостью найдете ресторанчик маленький. Ну, как ресторанчик. Такой кафе, самообслуживание. Хорошие цены. Главное, сытно. Столько растений по стенам так растут. Вообще круто. Внутри костюма, но прикольно выглядит. Кстати, у меня есть телеграм-канал, есть инстаграм. Подписывайтесь, но Махлио гораздо активнее и в телеграме, и в инстаграме. Канал Махлио Хон. Телеграм, инстаграм. Подписывайтесь. Никогда не покупайте воду в Италии. Вот бесплатная вода, холодная, чистая. Она здесь исторически чистая. Вот, чтобы вы понимали. Всегда чистая вода была. Так, это Капитолийская площадь. Тут есть музей. По центру стоит памятник. Сейчас вот здесь появится информация, кто это такой. Похож на нашего Амира Тимура. Все, у нас негатив смелся. Его нет. К сожалению, сегодня понедельник, и все музеи государственные закрыты. В том числе и пусто истины. Поэтому не получилось. Я хотел руку засунуть и спросить. Только в Узбекистане небо мирное. В остальных странах нет. Что вы думаете, укусило бы? Или нет? По легенде, лжец, если засовывают руку, то некое чудовище откусывает эту руку. К сожалению, проверить не получилось. Это площадь Венеции. Тут есть памятник Виктору или Виктору Эммануэлю Второму. Вот такой вот подробный. Здесь есть музей. Все, короче, в Мессе. Очень большое, красивое здание. Историческое. Гулять надо в Риме в центре именно, где много исторических памятников. Если немного за окраиной проедешь, там уже настроение портится. Масштабно, да? Прямо красиво. Главное, одним цветом белым. Очень красиво выглядит. Это уже более-менее интересный вид. Господь делает тебя хорошим. Очень приятно. Спасибо. Джин из Аладдина. Ожидание и реальность. Монеты кидать туда традиции. Я в прошлый раз, когда приходил, здесь была реконструкция. Воды не было. Но я кинял монету. И вот мы приехали. Раз, два, три. Все, мы вернемся сюда. Ежегодно с этого фонтана собирают миллионы евро. Ежегодно. Шоколад течет. Шоколад. Ну, вот это совсем другое дело. Согласитесь, такие улочки. Такая огромная дверь. Это пантеон. Здесь захоронен Рафаэль и другие великие люди эпохи Возрождения. Так написано в Википедии. Очень много флагов Италии и Европейского Союза. Вместе висят. Большие. Если вы не знаете, как звучит итальянская речь, вы увидите ее. Итальянцы не могут просто разговаривать. Они используют руки вот так. Маленький лайфхак. Если хотите вкусное мороженое, то берите там, где очередь. В центре не так вкусно. И дорого. И порции маленькие. Да, поэтому на окраине города, ну, где-нибудь не в центре, можете поискать и найти. Такие граффити тоже особенность Рима. Вот они красят. Все равно тут эти вот граффити не очень хорошо, конечно. Вандализм. Что поделать? Такая очередь, ну, ресторан. У нас я такого никогда не увижу. Ну, разве что, когда Киевси приходил. путешествуя по Риму или, например, Барселоне, будьте готовы к таким вот подъемам, спускам. Потому что город находится на холомистой земле. Не зря пришли. Просто шикарный вид отсюда. Если хотите магнитики, то вот в таких вот местах по одному евро можно купить, а в магазинах будет дороже. Три евро. Пять просишь. Мы на площади Нова, Пьяца Нова. Здесь есть три фонтана. Один фонтан Нептуна, второй фонтан четырех рек и третий фонтан Дель Маре. Ну, фонтан море, насколько я понял. Здесь тоже очень много этих разных художников, рестораны, паста, пицца. Смотри на этого махлеа. Кстати, вот то, что рисуют художники, якобы, это на самом деле написано на принтере и там просто подпись поставили. Я уже многих так проверил. Там прям, если приглядеться, можно просмотреть пиксели. Если хотите не портить себе это впечатление, выбирайте отель или там, не знаю, квартиры в центре. Потому что за пределами центра уже не совсем та Италия, которая вам может сниться. Как видите, очень-очень-очень много ресторанчиков маленьких. Цены здесь дорогие. В среднем, наверное, обойдется один ужин, скажем, 30, 40, 50 евро. Но, тем не менее, очень много людей. Смотрите. мы сейчас идем в Ватикан. Все приветливые машут руками. Путешествия по Европе, ну или вообще путешествия, будьте готовы шагать, шагать, шагать. не знаю, мне очень нравится старая машина, антикварная. Вот это вот смарт, а вот это вот Fiat. Смотрите, насколько меньше. Даже по колесам. Идем снимать закат. Встречать закат в Риме. Да, мы купили приложки в подарок нашей команде, нашим друзьям. вот это мы сейчас на мосту в Сант-Анджело или Святого Ангела, а там замок Святого Ангела. Такой круглый. Это река Тибр. Тут вот свадебные фотографии делают. Мы уже подходим к Ватикану. Ватикан это отдельное государство внутри Италии. Так что если вы отдыхаете в Риме, вы можете побывать в двух городах и в двух странах даже, потому что Ватикан это и город и страна одновременно. Подходим к Ватикану. Очки можно убрать, уже Санта-Села. Уже поздно. Сейчас вот знаете сколько времени? Месячное время 9. 9, а вот так светло. Эй. Мне очень нравится, когда путешествуешь и вдруг на кого-то камера наведена и там они «Эй, привет!» говорят. А у нас когда случайно на кого-то камеру... Слушай, тролль, хватит хайд свою страну, ты в ней родился и вырос, хватит, успокойся, что тебе не нравится в твоей стране и своих людях? успокойся. Вот так могли звучать комментарии под этим видео. В общем, у нас люди боятся камеры почему-то. Я еще время в Италии, а теперь вот в Ватикане. Вот так вот это работает. Познакомился с... Мексикану. С блогером из Мексики Пеп Ларета. У него инстаграм-видео. I will put the link here. Он только что взял у нас видео. Я не знаю, когда он выложит. Он сказал, что будет YouTube-канал у него и это будет его первое видео. Но так вот прикольно познакомились. Промотор ваш чиле. Чилаquiles. Если ты в Мексико должен попробовать чилаquiles. Пробуй чилаquiles, они вкусные, но пиканы. Пиканы? Пиканы. Но я не люблю. Добавляю. Она любит. Чилаquiles в чиле. Окей. Спасибо. 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 Чистотой этот город, конечно, не отличается. Это все из-за мигрантов. И вообще многие города, крупные города сейчас в таком состоянии. В этом плане Ташкент наш вообще красавчик. Там все у нас чисто. И это круто. улочки Траверсо или Траверсо короче вот тут будет полное название. Тут кипит ночная жизнь. Ресторанчики много-много людей. так выглядит обычный итальянский ресторанчик. Очень много людей. Очень маленькие столики. Очень все тесно. но в этом прелести итальянский ресторан. Итальянцы плевать хотели на разные стандарты по расстоянию. Главное, чтобы побольше людей вмещалось и всем было вкусно. Вот это я понимаю. Моя очередь. Хорошее место. Место называется Карло Мента. Честно говорю, вот я объелся. Лучше было заказать просто две пасты и воду. И нам бы хватило. Уезжаем из Рима. Сейчас пока что мы в Риме. Ждем поезд до аэропорта в Фимитину. И потом уже полетим в Барселону. в Барселону. На этом наше путешествие по Риму заканчивается. Я надеюсь, вам понравилось. Сейчас будут все расходы, которые я сделал в Риме, чтобы вы смогли почитать, примерить. спасибо Авиаселс за то, что помогли организовать этот тур. Подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм, на Фейсбук. И оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на Ютуб. И все. Всем спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok